На первом слайде вы уже видите такую воронку, можно пока посмотреть цифры, почитать вообще, что здесь. И я начну рассказывать. Начнем, наверное, с того, что повторим такие главные ключевые моменты, которые уже мы со Светой говорили на прошлых вебинарах. Прошу прощения на прошлых вебинарах и заострим ваше внимание на ключевых моментах. Я уже вижу, знаю, что многие, кто посещает наши вебинары, я уже вижу их в интернете, вижу их работу, девчонки создали хорошие группы. Наш труд не проходит зря. Многие добавляют в свои группы, очень интересные. Какие главные ключевые аспекты? Но я хочу остановиться на том, что мы с вами разбирали на протяжении последних двух каталогов работу в двух социальных сетях. Это «Одноклассники» и «Контакт». Мы говорили о особенностях и отличиях работы в «Контакте», я быстренько повторюсь. Значит, работа, ну, по крайней мере, как я работаю, чему я могу с вами поделиться, какие у нас есть в нашей структуре система работы в этих социальных сетях, об этом мы вам можем рассказать. Кто может с нами поделиться, тоже будет хорошо. В следующие вебинары подавайте заявки на подключение, будем стараться. Значит, социальная сеть «Одноклассники» – это один из вариантов такой хорошей работы, которая мне нравится, это работа группой. Создать группу и работать в группе. В «Одноклассниках» лучше не посылать со страниц приглашения незнакомым людям, ну, прямые, так скажем, предложения. «Здравствуйте, вот он я, я в «Эрифлейм», хотите ли вы что-то покупать? С ходу, с порогу? Такие холодные контакты и такие прямые предложения лучше делать через социальную сеть «ВКонтакте». Я еще раз коснусь, что находим людей, критерии, какие нам нужны. Смотрим, кто онлайн и кто сидит с телефона и планшета. Тогда уменьши вероятность, что вы получите блокировку страницы. Еще один важный момент, на который я еще раз, в очередной раз хочу обратить, сделать акцент на этом, то есть это важно. Со своих основных страниц не рассылаем никакие рассылки, никакие предложения. Только со страниц клонов или со страниц фейков. Если вы работаете в «Одноклассниках», создайте, пожалуйста, точно такую же страницу. И там уже можно вести какие-то переговоры путем личных сообщений. И вот такие ключевые моменты, потому что мы уже, поработав, имея опыт работы в социальных сетях, знаем подводные камни. Я смотрю, что сейчас активно стали люди использовать социальные сети для рекрутирования, для работы, для спонсирования, для знакомства, для новых контактов и уже знаю, что получили первые результаты, как положительные, так и отрицательные. Пожалуйста, относитесь ко всем словам, ко всем аспектам нашей работы. То, что вы слышите на вебинарах, очень серьезно. Если мы делаем акцент на какой-то той или иной вещи, обязательно примите это как, ну так скажем, как стопроцентную информацию. Не нужно пренебрегать теми или иными советами, иначе набьете свои... Ну то есть каждый человек все равно наступит на свои грабли. Но наша задача подстелить соломку под лоб между моим лбом и граблями, так скажем. Вообще, когда я начинаю обучение, когда я учусь чему-то новому, да и вообще всегда, когда я чему-то учусь, я делаю, всегда поступаю по принципу такому. Сними, я себе говорю, сними свою умную голову и поставь ее на подоконник. Одень пустую и начинай туда загружать информацию. И учиться, мало того, что учиться, это мало. Нужно все, что я услышала, применять сразу же на практике. Потому что мы пойдем дальше, 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 вперед. И если я что-то узнала, что-то изучила, но не сделала на практике, то потом можно не успеть и, так скажем, догонять последний вагон поезда. Так вот, на нашем первом слайде это воронка, так скажем, воронка продаж, я ее называю. И мы поговорим о принципах работы системы ведения бизнеса через соцсети. Значит, самое первое, кто записывает, я уже говорила, что обязательно нужно записывать, потому что потом будет очень сложно воссоздать. Когда нужно посмотреть это, я вернусь к записи вебинара и посмотрю, то очень трудно найти информацию, в каком месте это вебинара. Например, допустим, как создать Е-каталог. Хоп, открыли записи, у вас все записано. Помимо того, что вы прослушали, все это увидели, у вас все это записано, вы сможете быстренько это сделать. И что самое главное, научить своего новичка, который к вам приходит, тоже это делать быстро и грамотно. Поэтому записываем, привлечь внимание. Каким же образом мы привлекаем внимание любой соцсети? В соцсети очень много людей находится. Вот здесь в воронке есть немножко статистики. Люди, посмотревшие предложения компании на сайте, предположим, их 500 человек. Будем исходить из этого. Вот представьте. То есть привлечь внимание. Чем мы привлекаем внимание? Из своей практики скажу. Это посты, это статусы. Например, я к 8 марта выкладывала статус. Лучше статусы работают такие шуточные, прикольные, но обязательно не пошлые. И также очень часто какие-то статусы жизненной позиции. Статусы такие, чтобы цепляли. Либо какая-то красивая картинка, пост. Ну вот, например, очень много ставили у меня, например, классов, да, где Баба Яга там сидит в избушке на курьих носках. И подписано, что старость приходит тогда, когда косметичка превращается в аптечку. Очень много классов, оценок получила я, значит, за этот пост. То есть где их брать? Можно забить в Яндексе в поисковике. Красивые картинки, красивые посты. Все это есть. Можно просто зайти кому-то на страницу, чей вам понравился, сохранить картинку, как и добавить, копировать комментарии. Все это просто. Мы уже это с вами разбирали, как делать посты, как куда-чего загружать. На этом не буду останавливать внимание. И тем самым люди, увидев такую интересующую их информацию, это лучше, вот такую быструю, легкую, красивую. И тем самым попадают, смотрят, читают, попадают на вашу страничку. Следующее, что мы должны сделать с этими людьми, захватить интерес. Ну, здесь, значит, написано, люди, обратившиеся к вам за первым обсуждением товара. Вот из этих 500 человек, это, ну, товар мы сейчас с вами обсуждаем в контексте соцсетей. То есть из этих 500 человек, которые увидят ваш пост, 46 зайдут на вашу страничку и там как-то откомментируют. Пусть это будет класс, пусть это будет лайк. Не обязательно, что это будет какое-то сообщение в виде подписи. Из них 32% людей, 32 человека, посмотрят не только эту вашу ссылку, не только этот пост, но и другие, зайдя к вам на страничку, но и вы их заинтересуете как человека, они захотят посмотреть, что же вам еще есть такое интересное. Видите, вот это вот в качестве воронки, как бы вы людей захватываете на себя, на свою страницу, захватить интерес. А после вот этого интересного поста у вас на страничке должны быть материалы в ваших ссылках, они должны быть чередоваться. Там могут быть, то есть что людям интересно, там могут быть и какие-то рецепты по кулинарии, там не должно быть только один Арифлейм, иначе человек, увидев, тут же развернется, если ему Арифлейм неинтересно, и не будет даже изучать, и не попадет к вам вот в эту вот вашу воронку, там где человек должен остаться на вашей странице. Там, возможно, будут какие-то, не знаю, как выращивать морковку, ну кто был в моей группе, тот видел. И, кстати, уже эта морковка давно была, когда человек зашел по вот этому моему посту к 8 марта, статус поставить класс, я вижу, что он проходил по моей группе, по моей странице, потому что морковка уже далеко. И именно поставил класс на морковку. Видите, как работает. А я, значит, уверена, что человек изучил еще и попутно, и Арифлейм ему на глаза попался, допустим, про маски, и про маринаторы, рекрутинговую компанию, то есть он уже все проглядел на моей странице. Если бы там у меня была только страница, посвящена только Арифлейму, то и этой статистики мы бы с вами не получили. Захватить интерес, то есть там страница ваша должна быть интересна, это не должно быть одно какое-то направление, оно должно быть разное. Дальше. Ну, зашел человек, ушел. Удержать людей третье. То есть нам нужно, чтобы люди возвратились к нам еще, чтобы мы с вами были для этих людей на страницах соцсетей интересны. Тогда клиенты, выразившие намерение купить. Это так же, как и работа с клиентами и продажа, будь то бизнес, будь то какой-то продукт, а мы сейчас с вами продаем свою социальную сеть в том или ином контенте. Это будет из 30 этих двух 24. То есть, что это значит, удержать людей дальше? Смотрите, что я делаю. Я захожу на свою страницу и смотрю, кто мне поставил оценки. Есть так в Одноклассниках и везде оценки. Кто мне поставил оценки? Смотрю и обнаруживаю, что мой пост понравился человеку, который у меня не в друзьях. Я вообще на своей странице его первый раз вижу. Кто ко мне заходил, я просмотрела. И потом смотрю, кто мне ставит лайки, кто мне ставит классы за мои посты или за ту или иную статью. Что я делаю дальше? Я сразу же нажимаю на этого человека, захожу к нему на страничку, кратко просматриваю его профиль и его ленту, для того, чтобы понять, что за человек, в Арифлейм он или нет, и вообще, чем этот человек, так скажем, занимается, что ему интересно. И тут же, если нет каких-то Арифлейм, нет как Фаберлик или еще каких-то косметических компаний, то есть тех людей, которые меня не интересуют, я тут же отсылаю ему приглашение дружить. Вот я вам хочу сказать, что в этом каталоге у меня не было практически ни одного отказа дружить. Я очень много набрала друзей на свою главную страничку. Я не говорю сейчас о страничках фейков, где я там добавляю каждый каталог, каждый день, для того, чтобы отсылать вот эти холодные контакты. Сейчас я говорю о тех людей, о той системе работы, как я работаю в одноклассниках, как я работаю с группой, и где же там. Ну, я беру людей, и откуда у меня там столько много друзей. Вы можете зайти на мою страничку и посмотреть. И знаете, что я даже была удивлена, что люди, все эти люди, которые что-то откомментировали или побывал у меня на странице, все ко мне согласились со мной дружить. Незнакомые мне люди и даже не друзья каких-то моих близких друзей, чтобы я могла с кем-то так вот тесно контактировать. Такого нет. Люди совершенно незнакомые. И что еще, что еще вот меня радует, когда я работаю через соцсети, то в основном ко мне добавляются в друзья люди и откликаются на мое предложение не из Вязьмы. Почему-то вот у меня так сложилось, это все какие-то регионы, другие города, какие-то населенные пункты, но не Вязьма. Именно вот приглашая так, то есть цель-то у меня, конечно, найти людей, кто поближе, потому что с ними попроще работать, и тех, и региональные есть добавления в друзья. Смотрю прям вот, чего хочу, то и происходит. Практически все друзья мои в одноклассниках ко мне добавлены. Это все жители города Вязьмы, то есть будет очень удобно дальше с ними, если у нас сложится контакт, а он сложится, если мы будем делать все правильно, дальше уже с ними контактить. И плюс еще, когда люди с удовольствием добавились к вам друзья, после того, как посетили они вашу страницу, ну, здесь больше вариантов, что вы можете обратиться, будете в дальнейшем к ним с предложением тем или иным, и они не поставят на блог вашу страницу, то есть они не пожалуются на спам, они не заморозят вашу страницу. То есть это тоже, ну, вот такие, так скажем, обхождения подводных камней. Не нужно сразу в лоб человеку, он вас не знает, чего вы его вообще зовете, отсылать вот эти предложения, вот какие-то такие предложения прямые. То есть таких людей очень много. Если вы человек будете интересный в социальной сети, на своей странице, то очень много людей добавятся к вам друзья, позитивных, хороших людей, которые маловероятно, что будут как бы замораживать ваши странички или память. Вот. И тем самым будете удерживать людей. Знаете, это как аппетит приходит во время еды, как я всегда говорю. Это точно так же, как я посмотрела каталог. Когда мне предлагали, ну, нужна ли вам косметика Арифлэм, хотите ли вы посмотреть каталог, вы знаете, я долгое время говорила, нет, мне Арифлэм этот не нужен, и каталоги ваши не нужны, мне ничего это не нужно. А когда однажды мне консультант подошел и не спрашивал, хочу я не хочу, а просто оставил каталог, знаете. Ну, и естественно, каталог оставили, я сидела на рынке у себя в палатке и стала листать этот каталог. И знаете, сама, не ожидая от себя, написала заказ. То есть аппетит приходит во время еды. Так же и тут. Если человек, попав к вам на страницу, ему там будет интересно, ваша страница будет разнообразна, то, естественно, он там удержится долго и будет заходить ежедневно. Я смотрю статистику, раньше на это внимание не обращала, сейчас, ну, то, что я провожу вебинары, готовлю эти вебинары, это и мне дают большой стимул, большой плюс, и меня продвигает в моей работе, потому что я посмотрела статистику и выявила тех людей, которые вообще каждый день ко мне на страницу заходят, которые меня не знают лично, я их не знаю лично, которые всегда в группе у меня тусуются и всегда на моей странице делают классы, перепосты, еще что-то. То есть таких людей много. Удержать людей. Когда вы человека интерес захватили, ваша страница для него интересна, а цель какая? Вот четвертая – это целевое действие, к чему мы, в принципе, вот так пошагово идем. Человек уже к вам привык, у вас хорошие посты, вы не выкладываете там про войну и прочее, у вас все позитивно, цветочки, крючочки, вязание, Арифлейм, похудение, красота. Человеку комфортно, приятно, у вас нет негативной информации. Но наша цель другая, нам нужно человека приблизить и максимально приблизить к выбору компании Арифлейм. Мы увеличиваем, нам платят деньги за увеличение товарооборота. Так вот, дальше, я вижу, что наблюдаю за человеком несколько дней, но смотришь и все равно статистику. Кто заходил, как правило, эти люди интересуются, бывают несколько дней на моей странице, целевое действие. После этого я приглашаю человека в свою группу, которую я создала в Одноклассниках. Отсылаем приглашение присоединиться к группе. Люди охотно присоединяются в группе. И дальше уже в группе. Дальше я расскажу, что я там делаю, какие действия и что лучше делать. Тем самым, вот смотрите, покупатели, заплатившие деньги за товар. Это 20 человек. Вот смотрите, из 500 доходят 20. То есть, это будут те люди, которые приглашают, приглашение либо на дисконт. То есть, какое-то ваше предложение, которое вам даст хотя бы один бонус балл. Это будет либо покупатели, либо ваши новички-дистрибьюторы. И всего 4 человека, клиенты, совершившие повторную покупку. То есть, не просто разово они придут для себя что-то купить, а то есть, под покупкой подразумевается не именно вот крем или что-то. Покупка может быть любая. Это может быть и контракт, и бизнес. То есть, 4 человека, которые начнут собирать заказы, которые придут еще, еще и еще раз. Ну, вот здесь статистика, конечно, здесь уже зависит от нас. Из 20 человек, ну, как правило, вот я знаю по нашим структурам, что если 20 человек у нас зарегистрировались и что-то купили, или просто купили, ну, практически, ну, я не знаю, я думаю, что больше 50% останутся с нами в дальнейшем. Пусть это будет не каждый каталог, но останутся с нами. Следующий слайд, пожалуйста. И перейдем мы с вами к принципам работы. Значит, вот основные аспекты, мои работы, на которых я хочу обратить ваше внимание. Иметь четкую цель. Первое. Мы уже с вами поговорили сейчас в предыдущем слайде об этом. Это, ну, за какую цель мы преследуем, придя в соцсети. Какую цель мы преследуем, начиная работать в соцсетях. Понятно, что у кого-то, конечно, цель это поиграть в игру, у кого-то это цель. Отправить подарки или получить подарки. У кого-то это цель. Ну, просто заменяет телевизор. У нас с вами все, кто здесь находится, я знаю точно, цель звучит так. Завязать отношения. И в предыдущем пункте мы прям четко с вами обговорили, как мы завязываем отношения. То есть, человек, конечно же, должен быть, ну, так скажем, холодный, контакт мы переводим в теплый. То есть, завязать отношения. К отношениям относятся очень многие аспекты. Следующее. Это оформить свою страничку в деловом стиле. Что такое оформить свою страничку в деловом стиле? Ну, мы уже с вами говорили, конечно, и фото, и полное имя отчества, и заполнить профиль. Мы уже с вами об этом говорили. Я об этом не буду долго останавливаться. Но я хочу еще раз акцентировать ваше внимание. Потому что я вижу людей, которые работают в наших структурах, которые слушают наши вебинары, работают в сети интернет. Я человек, честно сказать, даже хотела удалить из друзей. Потому что вижу, постоянно заходит ко мне в группу, постоянно делает перепосты, каждый день бывает на моей странице, и думаю, вот еще что, она тут будет у меня лазить. Вообще человек какой-то из другой структуры, видать вообще какой-нибудь, какой-то левой. Думаю, надо ее удалять. Оказалось, что это вообще наш дистрибьютор. Аватар вместо фотографии, вместо имени, тоже вымышленные псевдонимы. Ну и не то, что я их не могу узнать. Вот представляете, когда такой человек делает тебе предложение. Вот лично мне, если бы предложили работу, или там каталог, или еще что-то, а когда, не знаю, у меня место головы, не знаю, змея, ну что, а с кем я? Я понимаю, что это фейк, я понимаю, что что-то это несерьезное, и могу я куда-то попасть в неприятную ситуацию, еще какой-нибудь спам мне пригонит, или вообще вирус. Люди очень тоже, знаете, это боятся, это все пишут, и вообще какие-нибудь мошенники. Вот, поэтому, пожалуйста, даже если вы делаете не свою, как мне потом он объяснил, это же, говорит, не моя страница, я не могу угодить со своей страницы. Ну, хорошо, но есть куча фотографий, пожалуйста, сделайте, поставьте другие фотографии, не сегодняшние, так скажем, ну и сделайте фейковую страницу, ну, в человеческом виде. Вот. Что еще оформить? Что здесь, как бы я на чем хочу остановить, акцент сделать? Это мы коснулись то, что мы уже изучали. Следующую страничку, пожалуйста, это когда, следующий слайд, пожалуйста, это когда вы приходите в свою назад, Наташа, назад, потом мы тогда посмотрим, назад можно вернуться, да, к принципам работы. Дальше будут слайды, где я покажу, как я здороваюсь, и как я, то есть, обязательно зайдя, включив компьютер, зайдя в свою социальную сеть, зайдя в свою группу, мы работаем с группами, вы обязательно поздоровайтесь, либо, если у кого еще нет группы, обязательно нужно поздороваться со своими друзьями, с людьми на вашей страничке, потому что это же не обязательно будут ваши близкие друзья, вот мы же сейчас уже коснулись, кого мы туда приглашаем, то есть, это незнакомые люди, для того, чтобы создать благоприятное, лояльное к себе отношение, свой образ такой, да, имидж, так скажем, имиджи еще у нас и в соцсетях, имиджи это не обязательно, юбка, помада и прическа, имидж это еще и поведение в соцсетях, и посты, и образ мысли в ваших соцсетях, так вот, первое, что я делаю, зайдя утром, включив компьютер, зайдя на свою страничку, я прикрепляю красивый букетик, или какую-то, не знаю, шуточную картинку, или какой-то шуточный такой, не знаю, будильник бежащий, не знаю, там, в лес, ну, или какой-то просто красивый пейзаж, и здоровую с людьми, доброе утро, моя красавица, доброе утро, мои дорогие друзья, то есть тут можно, ну, я думаю, что каждый из нас человек креативный, я себя не считаю прям супер креативным человеком, что мне как бы это все так легко дается, но я знаю, что многие люди очень креативные, вы рефлеймы, здесь у нас присутствуют на вебинаре, поэтому я думаю, что вы лучше меня, все эти картиночки, которые относятся к плане, здравствуйте, и вечером, конечно же, когда вы уходите из соцсетей, когда вы заканчиваете, так скажем, свою работу, свои посты, вы обязательно пожелаете людям спокойной ночи, точно так же, какую-нибудь красивую картинку, и с пожеланием спокойной ночи, так вот, это и называется, добавим, что оформляем свою страничку в деловом стиле, ну, а именно оформляем свою группу в деловом стиле, вы же ведете все свои группы, третий аспект, это посещать страницы ежедневно, ну, мы уже это говорили, это абсолютно точно, если я, значит, посещать страницы ежедневно, вот я себе взяла за правило, что я хожу в соцсети, я захожу в свою группу, как на работу, вот так же, как на работу, мы не можем проспать, как на работу, мы не можем не пойти, так же и в социальных сетях, ходить на своей страничке ежедневно, как на работу, мы тоже уже касались этого, что утром, как только я включаю компьютер, я час там полтора-два часа, утро посвящаю работе в соцсетях, меняю статус, пишу посты, выкладываю картинки, выкладываю фотографии, и так же, ну, то есть, как я планирую свою работу, и потом я занимаюсь какими-то домашними делами, или же иду в офис, ну, то есть, разные свои непосредственные дела, и вечером, когда я уже все закончила работу в офисе, закончила домашнее дело, я опять же сажусь за компьютер, и два часа вечером я работаю опять же в соцсетях, это не отнимает много времени, это потом уже привычка, но обязательно относиться к этому, как хожу на работу. Дальше, наполнять страницу интересным содержанием, что же здесь подразумевается, интересное содержание, ну, уже о содержании мы говорили, много говорили о содержании, чем наполняем, и сегодня опять касалось, но я хочу еще сделать такой акцент, помимо постов, помимо каталога, помимо каких-то своих материалов, которые выкладываете, очень хорошо работают, это фотографии и видео, снятое вами, или про вас, или еще что-то, но я хочу сказать, что видео смотрят меньше количества народу, а вот фотографии смотрят почти 100% ваших людей, и 100% людей, которые находятся в ваших группах, и на вашей страничке. Фотографии очень хорошо работают, и поэтому, если я хочу что-то донести до людей, например, что-то о рекрутинговой компании, я не видеоролик включаю, хотя и видеоролик есть, а я делаю слайды, и слайдами мы работаем. Дальше. Еще такой важный аспект, не ввязываться в обсуждение политики и религии. Это очень важно, иначе это может, ну и не делать классы, не делать посты на вот эти слайды, ну так скажем, на эти слайды у людей, или на эти высказывания людей, просто этого избегать, не ввязываться в эти споры, потому что очень часто идет большое обсуждение, политики или религии, или еще что-то, и будет просто, ну какой-то негатив на вашей странице, нам это не надо. Не спамить. Ну здесь я касаюсь именно работы в одноклассниках, именно работы с группой, то есть не спамить, это не значит, что вы людей спамите. Не рассылать спам. Работаем именно вот алгоритм работы вот такой, на завязывание отношений, на удержание человека на своей странице, на работе именно с своей группой, с своей страницей. Не нужно на своей странице выкладывать одни посты, там о работе, о заказах, о каталоге, еще о чем-то. То есть это будет расцениваться как спам, это является спамом. Поэтому это можно, как бы, ну в группе какой-то выложить один. То есть там вот Лена нам писала, что в группе есть, можно три промо, промо такая галочка, то есть три вещи выложить вот с этой пометочкой промо и не будет являться спамом. Ну то есть какие-то три предложения о работе, допустим, с каким-нибудь букетиком цветов, допустим. Определите вашу целевую аудиторию. То есть, что, вот создав группу, да, какую группу мы создаем. Допустим, пришел ко мне новичок и говорит, я хочу работать онлайн, с какой группой мне лучше работать. Это молодая мамочка, она раньше активно работала. Оффлайн, но так как она родилась, сидит с маленьким ребенком в декрете, о чем она может, какую группу она может вести, это же нужно еще и, ну то есть создать группу по интересам. Допустим, очень хорошо подошло, что молодая мама в декрете, допустим, группа. Ну то есть, более креативные такие названия, их можно посмотреть, и создали ей такую группу. Ей очень удобно, она знает, она выкладывает посты там про малышей, про какие-то семейные отношения, про прикормы, про колясочки и так далее. То есть, ей это близко. И к ней также добавляются люди, которым это интересно, у них заводится диалог, и так далее, и так далее, и так далее, переходя уже на тему Арифлейм. Арифлейм. Но изначально группа, я вот посмотрела, и хочу порекомендовать. Мы научились, мы завели себе группы, они больше похожи на Ориофис, как вот у Наташи Комаровой, только называются по-разному. Эта группа обязательно нужна. Человек, как только ко мне регистрируется в Арифлейм, я сразу же его добавляю, друзья, и приглашаю его в эту группу. То есть, в этой группе находятся у меня консультанты, где они получают всю нужную информацию об Арифлейм. Теперь это классно, уже такую группу все научились заводить, эти уже группы у вас есть, вы туда уже смотрю, выкладываете информацию, я уже у некоторых сама делаю посты. То есть, это очень хорошо, что мы своей компанией, мы своей командой можем друг с другом очень легко работать, что мы можем делиться информацией. Вы можете зайти ко мне на страничку, ко мне в группу, что-то взять у меня. Это не нужно затрачивать дополнительные усилия, я могу что-то взять у вас, у Наташи, Наташа у меня также, и мы можем друг у друга брать какую-то информацию и делиться ей в своих группах. Это очень удобно, так нужно работать, так очень хорошо работать, именно командой, загружая свои страницы. Но для того, чтобы нам, я же уже говорила, что если у нас в группе только есть один Арифлейм, то людям там может быть не совсем интересно, особенно новым людям. Нужно завести еще несколько групп себе, допустим, что я для себя, какую группу я делаю, что близко для меня и чем могу я, например, делиться, то, что у меня лучше всего получается. Ну, допустим, я создам группу какую-то народные советы здорового человека или заповедная территория или здоровый образ жизни. Это не значит, что эта группа будет посвящена wellness. Нет. Если абстрагироваться от Арифлейма и от wellness, эта группа будет посвящена здоровому образу жизни. Ну, допустим, что я могу делать больше всего. Или же урожайная грядка, ну, садоводы прям там, или рукоделие. Кто-то очень хорошо умеет вязать и может там выкладывать какие-то новые рисунки, новые орнаменты, делиться этим. И люди будут туда добавляться. И, естественно, уже подружившись там на основании этой группы, мы дальше переводим разговор в русло об Арифлейм. Дальше, что мы создаем группу по интересам. Добавляйтесь в целевые группы. То есть, помимо того, что я создаю свои группы, я еще обязательно добавляю целевые группы. То есть, какие у меня целевые группы? Ну, это здоровое питание, домашние рецепты. Также и Арифлейм можно добавиться в группы. Ну, не знаю, рукоделие. Ну, вот я уже называла, что заповедная территория, какие-то статусы и так далее. Для чего я туда добавляюсь? Для того, чтобы, во-первых, там есть информация, которая мне нужна. Допустим, если у меня группа рукоделия, что-то связанное с вязанием, я знаю, вот есть группа 45+, можно посмотреть такие же аналогичные группы и посмотреть, что интересно там людям. Возможно, скорее всего, это будут путешествия, да, можно выкладывать какие-то, не знаю, удивительные места, где вы побывали или просто делиться какими-то турами, то есть, чтобы ваша группа была интересна, чтобы люди туда заходили. Но это не самое главное. Я не только в эти группы захожу, я еще там всегда комментирую. То есть, вот я сказала, что я захожу в соцсети как на работу. Это не значит, что вы только посмотрели, развернулись и ушли. Вы обязательно должны комментировать в группах. Почему? Потому что завязывается разговор, там в этих группах много участников, они видят вас. И знаете, что происходит? Когда вы что-то комментируете, то люди подсознательно заходят на вашу страницу. О, а кто это такая? И причем, это не должны быть короткие там комментарии, типа, о, красивые астры. Ну, к примеру, если это там на букете часто люди видят красивые цветы и заходят посмотреть, как же их так вырастить. Вот. А может быть, с какой-то инструкцией, допустим, там, вредители, как там эти астры обработать, ну, к примеру, я говорю. Вот. И людям станет интересно, о, кто это такой написал, что это за человек. И хоп, они пошли на вашу страницу с этих групп. Поэтому вот это тоже очень удобно, и такие люди тоже добавляются ко мне, друзья, с этих групп. Когда они пришли на вашу страницу, они уже вам что-то покомментировали, полайкали, посмотрели, вы уже этих людей увидели, присылайте им приглашение в друзьях. Ну, то есть, все, возвращаемся туда же. То есть, все простые действия не все ведут к одному и тому же. Таким образом, людей вы нашли. Пишите интересные и развернутые комментарии. Это я сейчас обновляю. Обновляйте статус, но это, мы говорим, что статус мы обновляем два раза в день, а можно и больше. Обучайте свои структуры. Как только человек отреагировал каким-то образом на мое приглашение, дальше сейчас мы будем разбирать эти приглашения, наверное, нам нужно просто ускориться, времени уже не так много, вы, и он дал вам свое согласие на регистрацию, то обязательно вы человеку, он спрашивает, что же это такое, вы, у нас есть записи, да, спасибо, Наташа, ты уже поменяла схему, у нас есть записи, презентации, вы отсылаете ему презентацию и человек, когда оформлен регистрацию, вы даете ему расписание наших вебинаров и приглашаете на наши вебинары, это как минимум. Это очень важно, чтобы на вебинарах присутствовали не только вы, а обязательно ваши люди. Это и будет показать для того, что вы обучаете свою структуру. Если этот аспект будет выпадать, мы постоянно будем это как белка в колесе, людей приглашать, то есть люди притекают и утекают, и у нас нет роста, у нас нет никаких результатов. Вспомним схему продаж, как мы с человеком общаемся, выяснить потребности, получить первое, да, сделать предложение, получить второе, да, и закройте сделку. Сейчас в двух словах скажу, как это происходит. Смотрите. Здравствуйте, меня зовут Светлана, вы добавились в мою группу, то есть я уже пишу, если человек, то есть мы уже изучили, да, как мы пригласили, как группу его добавили, чужого человека. Дальше ему можно написать сообщение. Здравствуйте, меня зовут Светлана, вы добавились в мою группу, хотели бы получать приглашение на мероприятие и получать письма с информацией о новостях. и человек отвечает, как правило, он пишет, отвечает вам, да, то есть это не спам, вы ничего ему не рекламируете, вы администратор группы, и человек вам отвечает, да, первое, да, вы получили. Дальше вы делаете предложение. У нас, ну, допустим, вот я говорю, что как человека пригласить в офис, да, например, у нас в среду проходит мастер-класс спа-уход за кожей лица. Вас это интересует, то есть мы сделали предложение, и дальше мы получаем там второе да, как правило, он пишет, ну, либо нет, следующему пишем. Вас это интересует, отвечает да или нет. Чаще ли человек отвечает да. И закрываем сделку, то есть приглашаем человека на мастер-класс, либо на спа-уход за кожей рук, и тем самым, также само происходит и общение у нас в соцсетях. Следующий слайд, пожалуйста. Когда вы людей пригласили в свои структуры, то с людьми начинайте общаться потихоньку, то есть делайте какие-то предложения. Следующий слайд, пожалуйста, Наталья Александровна. Это вот я как раз сказала, что субботу у нас проходит мероприятие, пожалуйста. У нас субботу проходит спа-уход за кожей лица совершенно бесплатно. Вас это интересует? То есть вот это мы делаем такое предложение. Можете сделать себе скриншот, можете записать. Доброе утро всем красавицам! Это то, что я говорила о том, что как я начинаю работу в интернете, с чего, как я здороваюсь, вот такие красивые цветочки. Эта группа у меня называется Красавицы. Красавицы. Кто добавился, я поблагодарила. Говорю, что у меня в группе действительно приняли приглашение. И когда я посмотрела, группа называется Красавицы, оказалось, что действительно вы все у меня как на подбор Красавицы. Я уже людям, незнакомым, сделала комплимент. Вы знаете, сколько людей поставило классы на вот это? То есть они были довольны, они как бы меня за это благодарят, говорят мне спасибо. После такого, конечно, комплимента они выслушают любое мое предложение. Следующий слайд, пожалуйста. Вот таким образом здороваться. И сейчас, я думаю, будет. А это я желаю спокойной ночи. Знаете, людям приятно, когда они встают, вот им спокойной ночи я пожелала. Видите, какие красивые, позитивные картиночки. Следующий слайд, пожалуйста. Вот. Создаем конкурсы. Человек добавился к вам в группу, предложение мы ему сделали, и в группе я делаю вот такие вот предложения. Мой конкурс последний, какой я проводила, в нем активно участвуют несколько человек, я не скажу, что все, но на тот момент, когда этот конкурс, условия конкурса разместила, я только создала свою группу, у меня там были первые люди, и знаете, тем не менее, два человека участвуют активно, ну и остальные пытаются, то есть борются за главный приз, я так говорю. Друзья, и вот этот текст, который я помещаю, пост, который я помещаю у себя на странице в группе, в группе, мы говорим сейчас про работу с группой. Друзья, мы решили провести в нашей группе очередной конкурс и приурочить его к наступлению весны. Конкурс будет проводиться среди обладателей дисконтных карт Арифлейм и покупателей нашей компании. Ждем от вас заявок на оформление карт. Видите, как очень хорошо работает вот это предложение. Карта бесплатная и бессрочная. Всем оформившим карту будут подарки. И я помещаю продукция и бытовая техника. Подробная информация в личном сообщении ставьте класс или плюс. Вот таким образом именно здесь у меня в прошлом каталоге зарегистрировалось два человека. Поставили плюсики, то есть им было интересно узнать, и я выслала у меня было немножко по-другому написано. Там было конкретно про подарки. Кто хочет получить в подарок маринатор. Вот так. Я прям долго не заморачиваясь ни конкурсом, просто пост выложила. Таким образом у меня зарегистрировалось два человека. То есть человек мне поставил плюс, даже не осознавая, что он хочет вообще в Арифлейм что-то делать за этот маринатор. А просто, что классно, маринатор в подарок. И дальше я ему уже написала сообщение. Я ему не сообщение писала, а у нас, ну, кто в моей группе был, у Натальи Александровны в офисе в группе смотрел, да и так было все выложено прям с картинками, что такое маринатор, для чего он нужен, что за него надо сделать. Я прям отправила человеку две этих картиночки в личном сообщении про маринатор. через какое-то время я зашла, через день-два, то есть я дала ему время подумать и написала уже сообщение, ну, что вы думаете по поводу получения в подарок маринатора. Человек мне сказал, а что надо делать? Я получила такой в ответ, то есть я вот вам прям привожу историю. И что нужно делать? Я как бы ему написала там пользуемся для себя, покупаем для своей семьи, если ваш заказ на такую-то сумму, то то-то, вот так-то-то-то-то, какие-то условия получения маринатора. Ну, человек мне ответил, да, можно попробовать. Мы с ним оформили регистрацию, что в любом случае он получает какие-то, такие-то привилегии. Значит, когда вот это, вот вы создаем конкурсы, вот это отправили, ну, вы смотрите, примерно из, ну, так скажем, 200-300 человек, которые в группе, где-то откликнутся 6-8 человек. Ну, у меня вот такая статистика, то есть 6-8 человек поставят там плюсики или классы или еще что-то. И вы им высылаете личное предложение. Вы спрашиваете, являетесь ли вы консультантом, если у вас дисконтная карта, то есть вот таким образом. Что такое дисконтная карта? Если у меня человек спрашивает, нет, у меня карты дисконтной нет. Следующий слайд, пожалуйста, то следом я также высылаю ему дисконтную карту. Вот у меня вот такая дисконтная карта покупателя. У меня это заготовок сделан, вы можете сделать скриншот, вы можете это сделать сами напечатать, то есть как вам будет угодно. Вот такая дисконтная карта, и я ему также отправляю, не текст пишу, а именно вот такую дисконтную карту. Знаете, это как-то вот больше, ну, профессиональнее, так скажем. Я ему в личных сообщениях отправляю. Значит, как мне многие спрашивают, как я могу какую-то картинку в сообщение отправить. Значит, в сообщение, там, где вы с человеком переписываетесь, в том поле, где вводите буковки на клавиатуре, там ниже есть, вот смайлики все умеют отправлять, а рядом со смайликами есть такая, как бы, скобочка. Вот когда на эту скобочку наводите, там есть фотоаппаратик, то есть загрузить фото. И вот эта дисконтная карта, значит, что я делаю, мы уже об этом тоже говорили, у меня есть отдельная папка, куда я, ну, накопитель информации. Увидела я что-то в интернете интересное, ага, мне сразу мысль родилась, ведь эту дисконтную карту я еще у меня в этой папке лежала, я скачала еще до того, как вообще стала работать онлайн. Вот для того, чтобы у меня эта информация была, видите, мне потом пригодилась. Я чек в эту папку сохранила, увидела какие-то красивые цветы с каким-то поздравлением, я чек в эту папку сохранила. Увидела я что-то интересное, я в эту папку сохранила. То есть, увидела красивый макияж, глаз я в эту папку сохранила. Всю-всю информацию я тут же накапливаю в этой папке. Потом очень удобно ее оттуда доставать, когда она вам нужна, тем более, когда вы работаете с нескольких страниц, чтобы очень быстро заслать все сообщения. Вы представляете, набирать этот текст каждый раз вручную. Вот, пожалуйста, я отправляю такую дисконтную карту покупателя. Отлично. И через какое-то время вдогонок вопрос. Ну и, как правило, дальше уже пошла переписка. Что, как и почему. Ну, естественно, если человек пришел в дисконт, дальше же я, если в моем городе я приглашаю его на мастер-класс, я говорю, что у нас проходят акции, в подарок, и так, и так, и так, и так. Смотря на то, что он в Дошили, как идут, валом, их просто приглашают прийти в салон красоты, бесплатно получить омоложающие процедуры, слушайте, или народ туда валит просто валом. Это просто, знаете почему? Потому что мы уже, Арифлэм перестал мастер-классы проводить. Когда-то у нас мастер-классы так валом ломились от людей, что у нас даже их некуда было посадить. Мы просто забыли этот старый хороший метод, который, в принципе, я до уровня директора дошла, работая именно методом работы мастер-классами. Вот. Ну, основное это было из методов работы мастер-классами. Пожалуйста, то же самое, заполняйте мастер-классы вот такими методами, такой метод работы. Что я говорю? У меня, можете зайти на мою страничку, изначально там было, как я работаю, именно проводя акции. Значит, я написала, что самый активный пользователь, тот, кто будет больше комментариев оставлять, тот, кто будет, у меня вот такой был конкурс, тот, кто будет активно там лайкать, ставить классы, перепосты, то есть, самый активный участник группы получит от меня подарок. То есть, букетик на страничку человеку. Очень будет приятно, даже просто букетик на страничку. Это не очень затратно. Я положила 50 рублей, купила за эти 50 рублей ОКИ. Там бывают акции, по рублю эти букеты отправляются по одному рублю. Ну, что это вообще смешно. А, пожалуйста, то есть, это, ну, например, несколько таких активных пост. Я знаю, девушка, что постоянно делает классы лайки, перепосты на свою страницу, которую я вообще не знаю. Она не в Арифлейм, это абсолютно точно. И сколько людей, сколько друзей ее видят, всю мою информацию. Отлично, это новые люди притекают и ко мне добавляются сами в группу. Я же в свою группу захожу уже, господи, откуда люди взялись, я вообще их не приглашала. Они уже сами у меня в группе. То есть, это говорит о том, что у меня интересна группа, интересный человек, мы все делаем правильно. А как я это делаю? С вами вам это все рассказывала, как и что я делаю с людьми, как я их добавляю. Так вот. Дальше уже я, если, как бы, ну, люди не очень активно, да, ну, ничего не ставят. Вот вы все это сделали, люди ничего не ставят. А я просто, ну, пишу. Так же, как я общаюсь, я постоянно там пишу. Можете посмотреть в моей группе там. Пожалуйста, откликнитесь, у кого есть дисконтная карта Арифлейм. Хоп-хоп, плюсики поставили. Ага, смотрю, что из 300 человек, три плюса у меня только, к примеру, в группе. Я пишу. Так, там, всего три человека имеют дисконтную карту, а остальные не имеют. Хоп, я выложила, что такое дисконтная карта. Я могу в личное сообщение человеку написать, ну, например, я вижу, он часто ставит классы, лайки у меня в группе. Я могу даже, ну, без его плюсика, вот, отправить ему такое предложение или какие-то несколько три вопроса. Ну, с этим аккуратно. Это лучше делать со страницы своих фейковых страниц, то есть дубль страниц, если вы это будете делать. То есть, если человек не поставил плюс, не дал свое согласие, что ему это интересно, то это со своей страницы не делайте ни в коем случае, только со страниц дублеров уже посылайте такое ему предложение. Следующий слайд, пожалуйста. Про дисконтную карту мы проговорили, я уже ее неоднократно показывала. Ну, и время подходит к концу. Я. А, ну, и по поводу, как бы еще, те, кто участвовали в конкурсе, я хочу сказать, что человека можно в офис пригласить за подарком. То есть, у нас может, знаете, победителей в конкурсе сколько быть? Все, кто хоть поставил класс, кто поставил лайк, пожалуйста, вы участвовали в моем конкурсе, вы там поставили класс, все люди получают подарки от Арифлейм. Пожалуйста, приглашайте человека в офис за подарком. Подарки может быть дисконтная карта, подарки может быть новый каталог Арифлейм. У нас очень много подарочной продукции. Вот нам сейчас навалило подарков даже в этом каталоге. Вот, пожалуйста, дарите брелочки, дарите кусочки мыла, дарите какие-то лаки. Мы сегодня спрашивали, кто что получил. Пожалуйста, вот вам новый контакт. Вот вам как пригласить человека в офис. Конечно, если человек хочет там получить каталог, он вам написал, и мы ему говорим, приходите в офис за каталогом. Ну, знаете, вот, наверное, процентов 99 за каталогом в офис не пришли. И стал вопрос, как же человека в офис-то пригласить, если он с твоего города и соцсети. То есть, понятно, что электронный каталог даем, заказ принимаем и так далее. Ну, так вот, это вариант пригласить человека в офис, пригласить его за подарком. Ну, и хочу закончить наш сегодняшний вебинар. Вот такая лягушка лезет за клубникой. Такая есть притча про лягушек. Собрались маленькие лягушата и решили добраться до вершины, подпрыгнуть так высоко, что добраться всем до вот этой вершины. На вершине там какая-то их цель, была вот эта вершина. Ну, подпрыгнули раз, подпрыгнули два, на третий раз подпрыгнули еще выше. И вдруг люди стали говорить, что куда вы прыгаете? Вы лягушки, у вас ничего не получится. Да, это не работает. Лапы короткие. Часто же мы, да, это слышим. И вам никогда в жизни туда не допрыгнуть. Там кто разобьется, кто упадет. И в результате уже осталось три лягушки, которые прыгают. Дальше все выше и выше, выше и выше. Но вершина очень высока. И люди дальше начинают роптать. Дальше начинают им говорить, что не допрыгните, что вы прыгаете. И одна все лягушка прыгала и прыгала, прыгала и прыгала. Уже все свалились, уже никто дальше не борется, никто не участвует. Одна прыгала, прыгала. И вот тебе раз, вон клубника, пожалуйста. Она туда залезла и получила суперприз. Когда, ну, стали спрашивать, как же у тебя это получилось? Как ты добралась? Это невозможно. Оказалось, что лягушка была глухой. Так что я всем нам желаю, несмотря ни на какие препятствия, слушать только зов своего сердца, поддаваться только своим мечтам и никогда не поддаваться мнению окружающих. У меня все. Я заканчиваю. Рада была сегодня быть с вами. Пожалуйста, пишите в скайп-чате свои вопросы. Я вчера выложила пост в скайп-чате, где попросила написать, что конкретно, кого интересует. Может быть, есть какие-то больные вопросы, что-то не получается, нет результата. Пожалуйста, в скайп-чате пишите, для того, чтобы я знала, что вам интересно, какие вопросы именно вас беспокоят по работе в соцсетях. Ну и пишите мне в личные сообщения в соцсетях. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...